Алёша Попович На небесах зародился млад-светел месяц. На земле-то у старого соборного Леонтья Попа зародился сын, могучий богатырь. Дали ему имя Млад Алёша Попович. Имечко хорошенькое. Стали Алёшу кормить, поить. У кого недельный, он денной такой, у иных годовой, Алёша недельный такой. Стал Алёша по улочке похаживать, стал с малыми ребятами поигрывать. Кого возьмёт за ручку, ручка прочь, кого за ножку, ножка прочь. Стал Алёша на возрасте, начал отца матери просить, благословенница, ехать гулять во чисто поле. Отец говорит, Алёша Попович, поедешь ты во чисто поле, а ведь есть и посильнее тебя. Ты возьми себе в товарищи, Марышку Паранова, сына. Садились добромолодцы на добрых коней. Как поехали они во чисто поле, пыль столбом закурилась. Только добрых молодцев и видели. Приезжали добромолодцы в Киевград. Тут Алёша Попович прямо идёт в белокаменные палаты, ко князю Владимиру. Крест кладёт по писаному, поклоняется по учёному на все четыре стороны. А князю Владимиру на особицу. Встречай добрых молодцев, Владимир князь, сажай так за дубовый столб. Хорошо добрых молодцев попоить, покормить и вести и поспросить. Стали добрые молодцы есть пряники печатные, запивать винами крепкими. Тут спросил добрых молодцев Владимир князь. Кто вы, добрые молодцы? Сильные ли богатыри удалы, ли путники перехожие, сумки перемётные? Ответ держит Алёша Попович. Я сын старого соборного Леонсия Попа, Алёша Попович млад, а в товарищах Марышка Паранов сын. Как поел да попил Алёша Попович, лёг полудновать на кирпичную печь, а Марышка за столом сидит. В те поры наезжал Змеёвич, богатырь, князю Владимиру. Идёт Тугарин Змеёвич в палаты белокаменной ко князю Владимиру. Он левой ногой на порог вступил, а правой ногой за дубовый столб. Он пьёт и ест, и с княгини обнимается, а над князем Владимиром играется и ругается. Он кладёт ковригу за щёку, а другую за другую кладёт. На язык кладёт целого лебедя. Пирогом попихнул, всё вдруг проглотнул. Лежит Алёша Попович на кирпичной печи и говорит такие речи Тугарину Змеёвичу. Была у нашего батюшки, у старого, у Леонсия Попа, была коровище, была обжорище. Ходила по пивоварням и съедала целые катцы пивоварные с гущию. Дошла коровище, дошла обжорище до озера. Всю воду из озера выпила, тут её и разорвало. А и тебя, Тугарина, так же за столом-то всего бы разорвало. Расчердился Тугарин на Алёшу Поповича, бросил в него булатным ножом. Алёша Попович увертлив был, увернулся за дубовый стол. Говорит Алёша такое слово. — Спасибо тебе, Змеёвич Тугарин богатырь, подал ты мне булатный нож. Распарю я тебе груди белые, застелю я тебя очи ясные. В те поры выскочил Марышка, поранав сын, из-за стола. Схватил Тугарина и бросил о палату белокаменную. Посыпались оконцы стекольчатые. Говорит Марышка Алёше. — Подай-ка мне, Алёша Попович, булатный нож. Распарю я Тугарину, Змеёвичу, груди белые. Застелю я ему очи ясные. А Алёша отвечает. — Не марай ты палат-то белокаменных, отпусти его в чисто поле, никуда он там не денется. Съедемся с ним завтра в чистом поле. Поутру раным ранёшенько подымался вместе с солнышком Марышка, поранав сын. Выводил он резвых коней пить воду на быструю реку. Видит, летает Тугарин Змеёвич по поднебесью и зовёт Алёшу Поповича в чисто поле. Приехал Марышка, поранав сын к Алёше Поповичу. — Бог тебе, судья, Алёша Попович, не дал ты мне булатного ножа. Распарол бы я поганцу груди белые, заслал бы я его очи ясные. А теперь что возьмёшь у Тугарина? Летает он по поднебесью. Вывел Алёша своего доброго коня, оседлал в черкасское седло, подтянул двенадцатью подпругами шелковыми, не ради басы, ради крепости. Поехал в чисто поле. Едет Алёша по чистому полю и видит Тугарина Змеёвича. Летает он по поднебесью, смотрит Алёша на небо, подзывает тучу грозовую, чтобы смочила дождём Тугариного крылья. Накатилась туча чёрная, пролилась дождём, смочил у Тугариного коня крылья, пал он на сырую землю и поехал по чистому полю. На две горы вместе встречаются, не две горы вместе встречаются, то Тугарин с Алёшей съезжаются. Палицами ударились, палицы поломались, копьями соткнулись, копья извернулись, саблями махнулись, сабли исчербились. Тут Алёша Попович повалился с седла, как овсяной сноб. Обрадовался Тугарин, хотел бить Алёшу Поповича, а Алёша увертлив был. Увернулся Алёша под конное чрево, с другой стороны вывернулся и ударил Тугарина булатным ножом под правую пазуху. Спихнул Тугарина с доброго коня и кричит Тугарину, «Спасибо тебе, Тугарин Змеёвич, за булатный нож. Распарю я тебе груди белые, застелю я твои очи ясные». Отрубил Алёша Попович буйну голову Тугарину и повёз буйну голову к князю Владимиру. Едет, да головушкой поигрывает, высоко головушку вымётывает, на востро копьё головушку подхватывает. Тут Владимир испугался. Везде-то Тугарин буйну голову Алёша Поповича. Везёт, где Тугарин буйну голову Алёша Поповича. Попленит он теперь всё наше царство. А Марышка Паранов говорит, «Не тужи ты, красное солнышко». Владимир Стольно-Киевский, если едет по земле, а не летает по поднебесью поганый Тугарин, Сложит он свою буйну голову на моё копьё гулатное. «Не печалуйся, князь Владимир!» Посмотрел тут Марышка Паранов сын в трубочку подзорную. Опознал он Алёшу Поповича. Вижу я ухватку богатырскую, поступку молодецкую. Накруто Алёша коня поворачивает, головушкой поигрывает, высоко головушку вымётывает, на востро копьё головушку подхватывает. И едет это не Тугарин поганый, а Алёша Попович. Везёт он головушку поганого Тугарина Змеёвича.